Вот такие таблички для оплаты проезда стали появляться в салонах самарских автобусов, троллейбусов и трамваев. Можно сканировать QR-код и перевести средства через систему быстрых платежей, а можно воспользоваться функцией бесконтактной оплаты. Такая возможность появилась у жителей 10 регионов страны. Самарская область в числе новаторов. Профильные службы столицы региона также поддержали идею. Кроме удобства пассажиров, ждет еще и выгода. До Нового года поездки для тех, кто использует новую систему, будут дешевле почти на треть. С 10 октября и до боя курантов, до 31-12, когда вы оплачиваете проезд с помощью табличек через систему быстрых платежей, поездка разовая будет дешевле на 11 рублей. Мне кажется, это очень значительно. Сейчас, например, в Самаре разовая поездка стоит 35, такое назад будущее. Возвращаем когда-то существовавшие 24 рубля за поездку. Скидка будет применяться автоматически. Платежными табличками в Самаре оснастят все наземные транспортные средства, задействованные в перевозках по муниципальным маршрутам. В городском департаменте транспорта отмечают, что уже несколько лет идет работа по внедрению безналичного расчета в пассажирском транспорте, поскольку это востребованная у пассажиров форма оплаты. Это не единственный вот такой новый метод оплаты. У нас с этого года по карте жителя Самарской области внедрили пакетные тарифы, электронные карты, которые без физического носителя тоже в цифровое приложение будут зашиты. По линии метрополитена оплата там по биометрии будет внедрена, поэтому мы вот стараемся охватить все передовые направления и дать пассажирам все опции, какие только могут там быть. Перевозчиков заверили, несмотря на акцию, согласно условиям которой пассажирам предоставляют скидку в 11 рублей, выпадающих доходов у предприятий не будет, поскольку единый оператор национальной системы платежных карт компенсирует средства в полном объеме. Председатель профсоюза работников жизнеобеспечения Самарской области Сергей Жуков отметил, что не стоит забывать о водителях и кондукторах, которые должны справляться с контролем за оплатой. В ближайшее время будет организовано дополнительное совещание с перевозчиками и техническим отделом единого оператора электронного проездного в Самарской области объединенная транспортная карта. Также проведут инструктаж для персонала. Представитель национальной платежной системы поясняет, после оплаты на экране сразу же всплывает электронный чек. Его можно сохранить в своем телефоне, отсканировать и показать кондуктору. Будет указана стоимость проезда, время оплаты и номер транспортного средства. Это позволит кондуктору проверить платеж. Полное правило пользования системой предоставления скидки на проезд, а также перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, доступно на сайте вампривет.ру или в мобильном приложении «Привет». Более подробную информацию можно также получить по телефону горячей линии «Плюс семь девятьсот двадцать девять семьсот семь шестьдесят один тридцать восемь». Светлана Кудрявцева, Сергей Паскин. События.